Кита Сергеевич, сегодня на повестке у нас российское кино на международной арене. Ноябрь. Международный культурный форум в Петербурге. Там был коллоквиум «Фипресси», где иностранным критикам показывали три дня российское кино, самое разное. И затем спрашивали их мнение, они были удивлены тем, насколько разного кино мы снимаем. И когда был задан вопрос о том, а что мешает вам смотреть российское кино, что нужно вообще сделать, чтобы оно вышло на международную арену, был такой ответ, что языковой барьер. Бред какой. Ну хорошо, ладно, американцы, да, американцы не терпят субтитров, а уж тем более дубляжа, хотя, по большому счету, школа русского дубляжа, она просто одна из лучших. Итальянцы тоже дублируют картину хорошо. Нет, абсолютно... Все европейское кино, оно всегда имело культуру просмотра фильма с субтитрами. Дело в том, что языковой барьер – это что значит? Не на английском языке? Да. Ну, это же, согласитесь, это дикое... Ну, нет, зачем тикое? Все, мы что, не видим? Все видим, экспансия невероятная совершенно, и так, причем абсолютно уже не прикрытая, и в этом тоже, скажем... Ну, что говорить? Америка сумела заставить мир быть убежденными в том, что лучшее кино, которое есть, это американское. А еще тем паче она сумела убедить своего зрителя, что лучше американского кино нет. Американский зритель иностранных картин не смотрит вообще. И заставил мир смотреть только свое кино. Хорошо это для Америки, гениально, потрясающе. При том, что я убежден, что Америка создана... Вот та Америка, которую мы знаем, она создана американским кино, а не наоборот. Но это наивное представление о том, что мешает языковой барьер. А картины китайские, а картины шведские, датские, а Бергман... Никого бы не знали, никого бы не было вообще, ни братьев Тавиане, если бы это было только... Они бы все жили бы только в условиях, так сказать, и на почве своей страны. И больше нигде бы не показывались. Нет. Фестивальное кино русское сегодня — это только кино, только кино протеста. Наше кино, которое берут на фестивале. Это кино, которое, так сказать, в той или другой степени, с той или другой степенью одаренности, правдивости, талантов и так далее, и так далее, рассказывает о том, какое несчастье жить в нашей, так сказать, печальной стране. И это фестивальное кино, но это кино не идет ни в прокате вообще. И оно и у нас не идет в прокате. Оно выходит и затухает через неделю, через две недели. На сегодняшний день все, что связано с нами, рассматривается только под одним углом. Это произведение подтверждает, дает нам возможность подтвердить нашу установку, что это изгои, с которыми нельзя иметь дело, и в странах, в которые нельзя жить, и которые нельзя доверять. Или нет. Если это подтверждает, мы берем не в прокат, не в прокат, на фестиваль. Потому что прокат — это дорогая штука, и она не соберет. А если нет, то, так сказать, нам это неинтересно. — Нелюбовь поэтому не получила «Оскар», как вы думаете? Или потому что тема немножко все-таки не подходит современному мировому обществу? — Я не знаю. Вы знаете, «Оскар» на настоящий день невероятно политизирован. Невероятно. Я не думаю, то есть я могу ошибаться, но я не думаю, что, допустим, к картинам, которые претендуют на «Оскара» в разделе «Картины на иностранном языке», они, так сказать, реально внимательнейшим образом рассматриваются с точки зрения художественной ценности. Там важнее другой, важнее свои, кто уж там пал, потому что это все равно деньги, это движение дальше, это бизнес и так далее, и так далее, и так далее. А здесь, так сказать, вот что сейчас, а, это про что? Ну, хорошо. В принципе, можно прочесть аннотацию и понять, но это, наверное, туда. Поэтому я не знаю, почему не любовь не получила. — Несмотря на то, что она была фаворитом практически всех премий, но нет. Ну, я не знаю, у меня своя, так сказать, поэтому очень личностная точка зрения. У меня все равно не покидает ощущение того, что желание, так сказать, желал ли славы я, как у Пушкина, но превалирует, на мой взгляд, над сущностной вещью любви. Люблю я хоть кого-нибудь из тех людей, которым я снимаю кино? Я считаю, что Звягинцев очень занятевым человеком. Но мне кажется, что не любовь — это в большей степени определение его отношения к тем, о ком он говорит, нежели того, что происходит внутри, на мой взгляд. Хотя это профессиональнейший режиссер. Поэтому, так сказать, я не думаю, что это было поводом, чтобы не давать «Оскар». Они вообще на эту тему, наверное, не думали. Но поверьте, что «Оскар», как и очень уже многие фестивали, достаточно политизированная история. Кстати говоря, московский фестиваль на сегодняшний день, вот после советских времен, один из самых неполитизированных фестивалей с точки зрения присуждения призов. Самых. То есть тут вообще не существует, давайте дадим это, это как бы соответствует абсолютно. Это абсолютно так. И, так сказать, тяжесть имени и вес имени того, кто снимал кино из таких попадаются, не влияет на решение жюри. Ну, вас поэтому даже невозможно предугадать, кто победит. Абсолютно. Абсолютно. И я даже не знаю, даже представить себе не могу. Про наши картины. У нас, у вас в основном конкурсе и в конкурсе документального кино по два дебюта. Почему так получилось? У нас нет картин, чтобы предоставить их на международный смотр? Или это как раз очень хорошая тенденция, что дебютом мы показываем состояние нашего кино, свежее, новое что-то? Ну, понимаете, у нас не было такой цели. Мы все-таки выбираем, то есть не мы, а отборщики выбирают по качеству картины, а не по значимости, так сказать, темы или именитости режиссера. Я считаю, что это прекрасно, что дебютные картины, которые оказываются в конкурсе большого международного фестиваля, прекрасно. И это, так сказать, стимулирует, и это уже возможность написать, так сказать, участвовав в конкурсе московского фестиваля, написать на баннере. Это в любом случае полезно, это в любом случае хорошо. Но я не думаю, что отборщики исходили из того, что давайте побольше дебютов. Посмотрели, свежо, интересно, новое, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok